Многие люди знают только один вид дохода. Это когда ходишь на работу. Школа, универ, работа, пенсия. То, на что пока ты работаешь, надеешься. Эту систему нам дало правительство, для того, чтобы мы всегда от него зависели. Но если ты, брат, хочешь жить свободной жизнью, не хочешь крутиться в колесе, как крыса. Эта система, брат, не для тебя. В наше время становится жить так всё труднее. Но именно в наше время больше возможностей есть, чтобы выйти, наконец, из этой пропасти. Чтобы вам помочь разобраться во всём этом, я нарисую диаграмму сейчас на стену. Это квадрант денежного потока. Его автор Киосаки Роберт. Киосаки — автор бестселлера «Богатый папа». Очень известный чел, вы должны знать его. Четыре категории людей в мире бизнеса. Всего четыре, больше нет. Смотри сюда. Первый сектор — это рабочие. Главное — ценность быть защищёнными. Они всегда ищут надёжную работу себе. Так, чтобы ещё на льготах сидеть. Сектор два — это предприниматели. Их ценность — делать всё самостоятельно. В правой стороне бизнесмены и инвесторы. У этих людей совсем другие ценности. Справа наверху находятся бизнесмены. Они всегда ищут лучшие системы. Они строят сети — сеть ресторанов, сеть фитнес-клубов, супермаркетов и пуфов. И в их организациях свыше пятиста человек. Они не работают в компаниях, нет. Они делают так, чтобы компании работали на них. Бизнесмен зарабатывает всегда, даже если он спит. Инвесторы имеют деньги, которые работают на них. Бизнесмены имеют людей, которые работают на них. Предприниматели имеют бизнес, который имеет их. Если вы хотите определиться в квадранте, Четыре вопроса себе простых задайте. Первый. Поступает ли вам ваш доход 24 часа в сутки? Второй. Будет ли он вам поступать, даже когда крышка гроба над вами стукнет? Сможете вы жить целый год, Если вдруг иссякнет ваш основной доход? Платят ли вам за один отработанный час? По многу-многу раз. Если бы вы были на правой стороне квадранта, Вы смогли бы ответить везде «Да». Главная ценность здесь – найти работу. Главная ценность тут – иметь свободу. Теперь возникает вопрос, А как мне переместиться в этом квадранте? Способ прост, но требует времени. Три-пять лет работы над собой и терпения. Вам нужно поменять ваши ценности, мышление. Три-пять лет, повторяю, иначе забейте. Вот три подсказки, как это сделать. Первое. Обучение. Обучение успеха. Читайте книги по бизнесу, о процветании, по личностному росту. Начните хотя бы с этой просто. В машине вместо музыки слушайте аудиокниги. Трейси Брайана. Как достигать цели правильно. Читайте Маккея Харви. Как ценные делать контакты. Читайте Рэнди Гейджа о процветании. Читайте об успехе с автором тем же. Смотрите, посещайте семинары. Окружайте себя людьми с мечтами. Подсказка номер два. Когда вы получили новый навык, то следствие этому должно быть действие. Подсказка три. Действие должно быть непременным. И должно быть действием, а не попыткой жертвенной. У меня все. С вами был Дмитрий Горьев. Желаю вам всем удачи. До свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова